итак добрый день враги тут зрители сегодня хотел бы понять и вот наконец-то у меня вышло свободное время работа была сегодня хотел бы поговорить о бездарности российской киноиндустрии в том числе о бездарности такого жанра как комедии и что же давайте вот сравним я не буду буду я брать только до те которые я слышал который возможно смотрел который смотрел обзоры и будем сравнивать с комедиями ссср и с комедиями с комедиями российские то есть там 2000 и так ну вот давайте сразу пройдем до здесь вот тут по америке не смотрел ничего не буду говорить пара из будущего полное говнище батя не знаю не смотрел стоп я сомневаюсь последние годы понятно чё так херня я смотрел чушь какая-то марафон желание смотрел холоп смотрел говно ну не смотрел смотрел трейлер говно родные говно короче все бездарность все абсолютно одинаковые фильмы все полное говнище короче смотреть нечего посмотрел один посмотрел все что вот призрак тут что ты тут такой вот 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 нет жмурки это 2000 то есть возьмем я говорю там допустим после там любишь 10 до вот вот ну нет такого да вот ну что вот это вот самый лучший день полный говнище горько какой-то хрень просто сняты блин любительскую камеру да там с обычной свадьбам что за бред до миллиард уж говно какой-то хрень ну они однотипный понимаете там юмор какая-то какой-то юмор на одном уровне то есть типичный юмор до ниже ниже пояса китер шутки плоские наши rush но вот сам сама наша rush конечно нормальный но и как ну и есть пару моментов этом фильме ну и все то есть он не такой забавный ну то есть я вот смотрю выпускной тоже как эта хрень то есть все бездарность прям все практически бездарность ни одной нормальной российской комедии современной хотя бы там начиная с года 10 12 я вообще не видел и теперь вернемся к какие бы я рекомендовал комедии смотреть и для меня иван васильевич меняет профессию охрененный фильм ни одной шутки ниже пояса нет абсолютно все шутки нормальные адекватные смешные ты каждый раз смотришь вот понимаете есть фильмы на 1 то есть их посмотрел забыл это вот типа вот этих вот типа вот этих вот вегас да там елки вот этот все бабло да все бармен вот это вот все это вот вся чушь современная вот а этот фильм действительно смотришь каждый год и угораешь там как актер офигенно играет да то есть эти фразы цитаты операции и другие получения не так как иван васильевич но все равно тоже смешные шутки тоже можно смотреть каждый день тоже очень смешно актеры играет хорошо да то есть все прямо на уровне ты понимаешь что это качественной комедии любовь и голуби тоже актерская игра хорошая то есть все аликал одно и то же то есть да хорошая актерская игра хороший сюжет да там иногда некоторые там переигрывают но все же в целом он нормальный бриллиант в рука тоже с юрий никулин офигенный фильм тоже смотришь каждый год офигенный тоже смешные тоже там ну приколу хороший фильм тоже я рекомендую там просмотры я не знаю кто его не смотрел до сих пор даже если вы молодежь все равно посмотрите вы охренеете насколько насколько разный уровень юмора между вот эти вот современными пипичными комедиям и советскими старым джентльмены удачи тоже хорошая комедия там тоже актерский состав хорошие хорошая игра актерская то есть эти фильмы каждый год кавказская пленница но она не такая хорошая но все равно тоже интересно вот делать стульев девчата невероятное приключение итальянцев в россии тоже хриненная комедия с миронов берегись автомобиля самогонщики но это смагонщики заняты такие корольными ну а вот про ты смотришь до накрываем ну короче до хрена вот прям до хрена хороших как советский вот даже просто я ткнул и он не выдала конечно есть другие советские комедии которые были хуже вот а здесь давайте из российских что вот давайте давайте попробуем найти одну хотя бы нормальную который я смотрел либо который я смотрел там трейлер либо обзор вот ну что и вот хорошо жмурки хороший тоже фильм качественной комедии жмурки ладно это я говорю про те комедии над которыми я реально смеюсь и где есть забавные моменты где прямо это эти есть пар есть фильмы наверняка я уверен что вы всех в этих фильмах да есть забавные моменты парочку забавные моменты я имею ввиду не дам ни пи тысячные шутки до нормальные такие такой нормальный юмор то есть ниже пояса такие ситуации юморные да так скажем вот ну что еще все вот смотрите вот вот особенно национальные охоты но это современный российский фильм но он уже как бы в нулевых то есть не в десяток хорошо особенно царя охоты особенно царю поднеет это особенно национальной рыбалке вот тоже хороший фильм хорошо дальше идем вот эти фильмы можно посмотреть особенно царя охотно в зимний период на там же это конечно ширли мыли тоже такая хорошая комедия тоже нулевых годов и почему-то все хорошие комедии нулевых годов то есть я смотрел допустим билет на вегас я смотрел вот из новых а то расскажу я вам смотрел призрак вот я смотрел муж мурки карлосон я видел обзор полное говно богатырь я последняя их не хочу смотреть вот ров робота да тоже я смотрел обзор вот только ником строго поведения смотрел обзоры я над этого два фильма смотрел миллиард я смотрел на шалаш у я смотрел вот итог фильмы имею ввиду вы крутасы я смотрю когда был студентом выпускной нету свой обзор смотрел только 2 я тоже смотрел обзор и елки я какую-то там первую вторую по моему досмотрел одноклассники я смотрел то есть и вот после вот этих вот отвратных комедии всех однотипных знаете почему я так мало смотрел потому что просто у меня пропало желание смотреть у меня сложился стереотип что русские комедии это вообще полный кал и их не стоит смотреть кроме старых советских до которые там раньше были вот эти вот особенность национальная охота рыбалки да вот вот все советских овенди очень много хорош российских после нулевых парочку есть да там вот жмурки и особенностая охота рыбалки после десятых я что не смотрел какие комедии не смотрел может быть знаете это фактор того что раньше было мало комедий хотя в принципе я не знаю может быть и много комедии был вот и в каждой комедии было как ну какой-то новый это ну не зря же потерю крути до постоянно особенно стонально ход почему много раз и крути они крути там вот допустим парантовая почему не крути там вот этот вот какой-нибудь родные постоянно или там девушка бабушка легкого поведения да потому что они крутят нормально там жмурки постоянно про тв особенности брат потому что это хороший фильм они понимают что это смотрибельные фильме и что у этой у этих фильмов смотрибельная аудитория а вот это вот говно который вот это вот вот этот идеальный мужчина вот это горько самый лучший блево дня они понимают что здесь узкая направленная аудитория будут смотреть чисто малолетки там от 15 до 20 лет и понимаешь что просмотров будет мало что рейтинг будет маленький поэтому не показываем жмурки они понимают да где наверное больший просмотр то есть вот эти вот жмурки это все смотрят более взрослого поколения такие как я вам там наверное от 28 и старше остальное все смотрят это вот это вот непотребство так скажем российского высера киновысера вот так что смотрите нормальные комедии не смотрите всякое говно типа вот елок тип вот всякие там елки-шмелки бабло бармену вот это вот все проходняк это все на один раз посмотрел и забыл и потерял два часа жизни то есть смотрите с нормальные проверенный времен комедиях можно пересматривать ну если захотите из современных если вот после десятого года тот я рекомендую наш раз смотреть самый лучший фильм там есть парочку забавных моментов вот ну вот хотя бы каникул строгого поведения то есть там такие вот более-менее непипичные до шутки юмора то есть это это видите этот этот комедий который назвал они такие уже довольно таки подустаревшие потому что это наверное год ну вот какой год ну вот наверно двенадцатый тринадцатый четырнадцатый пятнадцатый там со мной вот что происходит еще хорошая комедия российская а современных ну какие я не я не знаю даже вот год восемнадцать девятнадцатый слежу и не слышу чтобы тот говорил что вот хорошая комедия посмотрел так что смотрите нормальные советские российские фильмы там до десятого года до двенадцатого не смотрите не идите в кинотеатрах на русское говно на русской комедии особенно это я не знаю только человек не взял уме пойдет на русский комедии заплатит за это берет все всем спасибо за просмотр всем пока